Не нужно думать, что цикличное время представляет собой некий искусственный конструкт, который извлекается учеными из текстов, связанных с народной культурой. Дело в том, что некие вещи, которые нам кажутся вымыслом, которые переплетаются с фантастикой для человека архаической эпохи и традиционного миросозерцания, являются некой абсолютной данностью. Еще в конце 19-го, начале 20-го веков, например, этнографы записывали у старообрядцев Сибири представление о том, что такие люди, как Папа Римский, например, или Далай-Лама никогда не умирают, а вместе с месяцем растут, убывают и возрождаются вновь. Любопытно, что в этих рассказах мы не видим некой дани по отношению к установке на вымысел. Рассказы эти отличаются уверенностью рассказчика или информанта в абсолютной и полной достоверности происходящего, в достоверности того, что становится предметом его разговоров и рассуждений. Представление о линейном движении времени является представлением очень поздним, не будет преувеличением или ошибкой, если мы скажем, что оно фактически синхронно возникновению христианства. Дело в том, что христианство вводит такие понятия, как начало мира и конец мира. Для архаической эпохи такие понятия фактически не существовали, поскольку предполагалось, что мир существует всегда, движется по кругу, и все в нем повторяется вновь и вновь. Но христианство предполагает совершенно иной взгляд на мир, совершенно иной взгляд на функционирование космоса. Наверное, вам прекрасно известно, что одним из символов язычества является змея, пожирающая саму себя. Так вот, во многих поучениях против язычества и против язычников мы сталкиваемся с метафорой, согласно которой христианство разрубает эту языческую змею. И разрубание этой змеи, естественно, позволяет нам хотя бы образно, хотя бы на уровне представлений мыслительных, эту кольцеобразную змею, это кольцо превратить в некую линию, которая имеет начало и конец. Интересно, что тексты и фрагменты текстов христианских по своему происхождению, в которых говорится о начале и конце мира, о движении из одной точки в другую, очень рано начинают дополняться и окутываться различными магическими ассоциациями. Их используют в заговорах, заклинаниях, в тех случаях, когда необходимо исправить какое-то существующее положение дел. Например, первая фраза из Апокалипсиса Иоанна Богослова «Ас, Ессен, Альфа и Омега, начало и конец» на Руси превратилась в совершенно автономный многофункциональный заговор. Достаточно было эту строчку произнести вслух или написать где-либо, чтобы она становилась могущественным защитным средством от болезней, от каких-то житейских и бытовых неурядиц. Интересно также, что не во всех европейских традициях слово «время» связано с идеей цикличности. Иногда уже в словесной оболочке понятия, отвечающего за обозначение времени, мы находим указания на совершенно другой противоположный комплекс представлений. В частности, это относится к латинскому слову «время», которое звучит как «темпус». Если мы посмотрим на этимологию этого слова, то увидим, что оно связано с идеей протяженности, растягивания чего-либо. Специалисты по истории Древнего Рима, специалисты по истории индоевропейской мифологии утверждают, что, видимо, данное обозначение времени было связано с той техникой измерения пространства, которую использовали жители Древнего Рима, жители Опенинского полуострова. Имеется в виду протягивание веревки между двумя какими-то точками, между двумя колышками, и здесь очень любопытное, опять же, соприкосновение идеи времени и идеи пространства. Таким образом, уже в ткани языка мы наблюдаем два совершенно разных подхода к осмыслению такой важнейшей для человеческой жизни категории, как время. С одной стороны, время мыслится как циклическое, как вращающееся, как возобновляющееся, как постоянно проходящую через одну и ту же точку, а с другой стороны, время ассоциируется с той самой летящей стрелой, с той самой метафорой стрелы времени, которую так полюбят использовать физики 20-го столетия, занимающиеся осмыслением проблемы времени и проблемы космогонии в целом. Не будет преувеличением, если мы скажем, что такие противоположные взгляды на мир, противоположные взгляды на ключевые категории человеческого бытия пронизывают очень многие стороны архаической действительности. Противопоставление времени как колеса и времени как линии, оно даже чем-то напоминает противопоставление двух типов трупоположения в обряде погребения. Известно, что поза, которая принимает человеческое тело после того, как совершен погребальный обряд, она, в общем-то, может представлена быть в самых разных вариантах. Археологам попадаются, предположим, могилы, в которых человек похоронен в эмбриональной позе. С другой стороны, не менее распространены погребения, в которых человек находится на спине, то есть в положении вертикальном. И, наверное, не будет большим домыслом, если мы согласимся с мнением тех ученых, которые предполагали, что вот эта разница в трупоположении, эмбриональное и прямое, так их условно назовем, оно связано с различием самого отношения к миру. Эмбриональное положение, оно отсылает нас к идее вечного возрождения. То есть смерть воспринимается не как печальное, трагическое, безысходное событие, а как начало новой жизни. Человек принимает позу эмбриона, и спустя какое-то время с ним произойдет все то же самое, что уже происходило в текущей действительности. А трупоположение иного типа, трупоположение прямое, оно отсылает нас к идее борьбы со смертью, к тому, что можно было бы вслед за философами 19-20 веков назвать фаустовским типом культуры. Фаустовский тип культуры — это тип культуры, согласно которому главное — это человек, который является субъектом действия, субъектом мысли, субъектом воли. А мир, природа, космос, вселенная — это всего лишь объект, который он хочет подчинить своей силе, который он хочет перенастроить по той программе, которую он сам же и создает. Нетрудно догадаться, что в основе представления о циклическом времени лежат циклические процессы в природе. Смена времен года, смена фаз Луны, ежегодный повторяющийся разлив рек. Отметим, что в культурах древности, в культуре древними сапотами, в культуре древнего Египта, предположим, подобного рода циклы составляли самую суть цивилизации и хозяйства. Они регулировали абсолютно все стороны жизни человека. Жизнь тех народов, которые обитали на территории Междуречья Тигра и Ефрата или в районе реки Нил, она была очень четко привязана к тому, как ведут себя вот эти циклические процессы в природном мире. Это регулировало и мироощущения, и совершенно конкретные формы поведения. Отметим также, что идея цикличности лежит в основе мифа о умирающем и воскресающем божестве. Прототипом мифа об умирающем и воскресающем божестве является миф о шумерском божестве охоты и весны по имени Думузи. Этот шумерский бог более известен в своем аккадском позднейшем варианте, где он называется Таммуз. Сюжетная схема этих мифов достаточно проста. Некий бог, который отвечает за весну, плодородие и жизненные силы в результате какого-либо случая или злого умысла со стороны своих противников погибает и оказывается в царстве смерти в подземном мире. После того, как происходит это печальное событие, дела на поверхности земли совершенно расстраиваются. Растения прекращают свой рост, у животных прекращается приплод, воцаряется запустение, засуха, голод, и людей постигает масса других бедствий. И после этого некий бог, божество, иногда божество женского рода, отправляется в подземное царство, царство мертвых, чтобы вернуть этого бога к жизни, чтобы вернуть прежнее благополучное течение дел. Ему не удается вернуть бога полностью и навсегда, чаще всего он заключает некий договор или контракт с властителем подземного царства, согласно которому часть времени, обычно полгода, этот бог будет находиться под землей, а часть времени будет находиться на поверхности земли, что будет связано с весной, возрождением природы, с благополучием и положительным течением дел и событий. Возникает вопрос, а существуют ли в славянской мифологии и в славянской культуре божества, которые были бы идентичны умирающему и воскресающему богу римской, греческой или шумеро-аккадской мифологии. Но в чистом виде, наверное, такого бога не было, хотя некоторые ученые на его роль выдвигали такое божество, как Ярило. Но все-таки, наверное, мы не погрешим против истины, если скажем, что бог Ярила — это продукт кабинетной мифологии. Это не столько реальный бог, сколько реконструкция некого условного образа, осуществленная учеными второй половины XIX века, прежде всего стараниями крупного и известного этнографа Ефименко. Но сама идея возрождения природы, которая преодолевает смерть, она, конечно же, близка традиционной духовной культуре всех народов и не только народов славянского ареала. Не нужно думать, что идеи цикличности и идеи линейности жестко противостоят друг другу. Чаще всего мы наблюдаем их симбиоз. Чаще всего мы наблюдаем какие-то весьма любопытные и оригинальные формы их контакта. Поэтому, наверное, и смысл говорить не об отдельном линейном времени и не об отдельном циклическом времени, а о времени линейно-циклическом или циклически-линейном. Идея линейного времени, конечно же, тоже опирается на реальные факты и процессы повседневного существования человека. Идея линейного времени связана с тем, что жизнь любого из нас имеет две точки, она имеет начало и конец. Мы движемся от рождения к смерти. Поэтому здесь перед нами нет никакой схоластики, а есть некое отражение реальной действительности. И космогония, мифология, календарь, они эту сочетаемость проводят на самых разных уровнях. Так вот, человек движется от рождения к могиле, человек движется от молодости к старости, человек движется от пика своих сил к увяданию и смерти. Но вместе с тем, на всем протяжении его жизненного пути возможны переходы, пусть и кратковременные, во время иного уровня, во время иного типа, во время циклическое. Чаще всего это происходит благодаря участию человека в различного рода календарных празднествах. И это характерно не только для языческой мифологии, но и для мифологии христианской по своей сути и по своим внешним признакам и параметрам. Здесь можно вспомнить концепцию знаменитого румынского по своему происхождению философа и писателя Мирча Илиады, который, правда, большую часть жизни провел во Франции и в Соединенных Штатах Америки, концепцию о противопоставлении времени сакрального, священного и обыденного, профанного. В чем заключается суть этой концепции? Мирча Илиады говорил, что профанное время — это время нашего стандартного, привычного, вялотекущего земного существования. То есть это то календарное время, благодаря которому мы знаем, когда нам нужно идти на работу и когда у нас наступает пятница или когда наступает долгожданный полномасштабный отпуск. Это время является необратимым. Оно всегда направлено в одну и ту же сторону. С ним невозможно никакие манипуляции. Только с помощью воображения, памяти и фантазии мы можем воскресить события прошлых лет. Мы можем создать картины прошлого, но мы не можем переместиться, например, в годы своей молодости, юности и детства. Так вот, священное или сакральное время по своей природе обратимо. Оно может быть запущено или заведено как часы бесчисленное количество раз. Главным средством и приемом, с помощью которого человек покидает пределы профанного обыденного времени и оказывается в пространстве времени сакрального, это участие в каком-либо религиозном празднике. Только нужно учитывать, что празднество это должно быть сакральным по своему смыслу. Это не какой-то имитированный современный венецианский карнавал. Это не современное празднование Нового года, которое абсолютно десакрализовано. Это действие, где человек видит себя полноправным, могущественным элементом космоса, который соприкасается с другими элементами и способен так или иначе оказывать на них влияние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова